ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Приходит иностранный фотокорреспондент. Девушки объясняют, пила необходима им, чтобы защитить Пуси Райет. Для своей акции выбрали крест, установленный греко-католиками. И хотя претензии у активисток к православной церкви, но им конфессии безразличны. Против лидера Фэмон Инны Шевченко уже возбуждено два уголовных дела. Чтобы свалить пятиметровый религиозный символ, ей понадобилось менее пяти минут. И теперь уже она сама изображает Иисуса. Ни одна бизнес-структура, даже такая успешная, как церковь, не имеет права покушаться на права женщин. За свободу женщин, за свободу пустирает. Пока свободы нет, я должна бежать. В ста метрах от места проведения акции работает наряд милиции. Замечают камеру событий. А на упавший крест ноль внимания. В милицейском управлении говорят, кто хулиганил, обязательно выяснят. И посадить могут на четыре года. На намоленное место печально смотрят прохожие. Ничего правозащитного в испорченном распятии не видят. Всякие акции вандализма сейчас распространены. И сатанисты могут всякие, и противники христианской веры, мало ли кто. Его поставили здесь 18 лет назад. Это был дар киевлянам от львовского отца Василия Вороновского. Священник был известен тем, что лечил людей, исцелял бесноватых. Два года назад он умер. Его последователей новость о надругательстве над подарком огорчила. Отец Василий Чудьев за делом пусирает, наблюдает и девочек жалеет. Акция ФМН, уверен он, обвиненным россиянкам не поможет. Скорее наоборот. Спустя 4 часа крест грузят в машину Киев-Зеленстроя, хотя этот культовый объект не у них на балансе. Фигура Иисуса при падении не пострадала. Новый крест ему не обещают. Попытаются отремонтировать старый. Наталья Нагорна, Юрий Керча. События.